Время давно нам выслит, а мы ее экономим. Пользуемся готовым примерчиком, пользуемся готовым определением из википедии 30-х годов. Без рамок и конкретных правил. Российская компетенцистная олимпиада от знакомых нам образовательных состязаний отличается кардинально. Это даже не состязание, а стратегическая игра. В основе создания мира. Со своей политикой, экономикой, этикой и другими сферами жизни. Между мирами конкурентная борьба. В каждой команде по пять человек, хотя одна из них разрослась до восьми участников. Принципы содружества многим оказались близки. Так получилось, что я и мои подружки, с которыми мы приехали на олимпиаду, мы просто начали обсуждать свои идеи вслух. И конкретно в нашу команду сразу же влился мальчик из Микуня, и он принес свои идеи. Также присоединились еще двое. А после того, как конкурсный этап закончился, к нам подходили уже просто девочки и просились в нашу команду, потому что, наверное, им понравились наши идеи. То есть с командообразованием у нас не возникло ни одной проблемы. В рядах участников не только школьники, но и учителя. Они точно так же учатся у приезжих экспертов. Ученых из Москвы, которые внедряют новые формы образовательной деятельности. Мы не направляем, мы, в принципе, находимся на том же положении, но у нас как бы двойная функция. Мы, с одной стороны, вроде бы эксперты, с другой стороны, мы такие же участники этого процесса. И мы тоже самое под группой номер семь, мы группа педагогов. Ребята дали нам очень интересное название. Мы богини. Вот так вот получилось после наших выступлений. И мы вместе с ними на равных правах, в общем-то, выступаем. Богини не стали забывать, что они в первую очередь педагоги. И создали мир с тем, чего, видимо, очень не хватает сегодня. Четкой системы профориентационной работы. В нем активно работает психолого-педагогическая служба. А ребенок твердо уверен в том, чем хочет заниматься. Звучит утопично, но смотря на происходящее здесь, думаешь, все возможно. В какой-то момент ребята даже сняли обувь. Так, говорят, легче думать. По словам экспертов, именно так свободно должно строиться современное образование. Оно было придумано для того, чтобы дети осваивали знания, причем в рамках выделенных, но около 200 лет назад, списка научных предметов. То есть раньше как считалось, что ребенок, что же такое образ образованного человека, прошу прощения за эту автологию, да? Кто это такой был? Это тот, кто разбирается в классических научных дисциплинах, что-то там. А года-то текут, время идет, меняется не только, во-первых, появляются новые предметности, во-вторых, они сами расширяются. То есть это, ну просто сейчас, ну представьте себе ребенка, который, например, в рамках школьной физики изучает квантовую механику. Это невозможно. Но ее надо бы знать. В отличие от школьной программы, здесь ставят задачи, которые не имеют правильного ответа. Здесь, говорят, взрослые еще не договорились, что считать правильным. Кстати, оценивают друг друга сами участники. В итоге выстраивается рейтинг. Пятерка лидеров отправится на финальный этап в Чувашию. Ну, во-первых, опыт. Здесь немножко нетрадиционная работа с детьми. Здесь такая раскрепощенная, здесь не уроки. Это не занятия в кружках, в объединениях. То есть они себя раскрепощеннее ведут. Потом у детей, конечно, целенаправленно они выпускники школы, у них к ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ. На едином госэкзамене победа в этой Олимпиаде дает самые жирные плюсы, дополнительные баллы. Кроме этого, победитель получит ценный приз и возможность участвовать в конкурсе на президентскую стипендию. Третья Жакова, Артем Соколов, телеканал Юрген, Сыктывка.